итак мы рассматривает релизу клайва люиса но если интересно давайте можно еще повторим вот то есть варианты есть то значит называл ли иисус себя богом да нет если несколько раз понимали это евангелисты если они этого не понимали то они фанатики и должны писать только подобает фанатиком если они это понимали они обманщики оба варианта не подходят вот то что нам известно историей если он понимал что я дальше посчитал ли он себя богом если нет то он аферист если да то ставит опрос был ли он если не был при этом то тогда он душевно больно вот если ответ да то тогда он является бог это вот 3 для маклайва люиса она относится к исторической апологетики но мы уже ее разбирали когда речь шла о типах аргумента это исключительно итак что нам говорит о божественном сообраз жизни иисуса был идеальным иисус говорил что он бог что из нас не может об этом сказать как это за словами вот это слова дешево стоят вот но другой вопрос при этом все признавали что иисус никогда не был враги его иисус говорит я если явно что-то самое за свидетельство обличите меня то есть одно дело называть себя богом с другой дело называть всем богом на быть известным за то что никогда не нарушал ни одной западе вот и тут уже ставят вопрос что-то действительно это не совсем без грешно всем был известен безгрешный образ жизни иисуса никто против него ничего не мог сказать и даже когда его обвинить то нашли лжесвидетелей которые то не могли никак своего же свидетельства составить противоречили друг другу следующий момент в иисусе исполнились пророчества ветхого завета то есть о нем было сказано за сотни лет и все это исполнилось далее иисус творил чудеса которые я называет знамением кстати эту традицию потом коран принимает и в коране чудеса названы чудесами а знамениями в конце концов даже сами стихи корана называются знамениями аят по-арабски иисус сам утверждал о своей божественности и иисус воскресил воскресил сбоку знаете как один человек сказал что ну подумаешь там новую религию я тоже сяду там какой-нибудь томик напишу распространю придумаю новую религию иисус ничего не написал иисус ни одного письменного текста не оставил сам это говорится чем учиться сидеть писать нужно всего лишь сказать когда ты умеешь когда воскреснешь исполнить это все то есть никаких других трудов для этого не нужно воскресение это главное и неоспоримое подтверждение истинности учения иисуса павел пишет если христос не воскрес то и проповедь наша тщетно тщетно и вера ваша какое еще учение скажет вот это вот самое слабое место нашего учения испытать всякий раз когда вам пытаются всучить новый товар какой-нибудь в магазине или новую идеологию но вот там кандидатов депутаты вам говорят всегда сильных сторонах расслабая сторона никто никогда говорить не будет эта машина там самая там тихо работающая потом вы узнаете что она потребляет вы больше энергии это уже потом вот или другой там значит всегда говорят о сильных сторонах здесь совершенно рекламная компания наоборот вот это вот сам вот все это все остальное ерунда забудьте об этом если не правда это если христос не воскрес то проповедь наша тщетно тщетно и вера ваша в иисусе иисус не просто пришел чтобы стать учителем как его многие пытаются выставлять в иисусе воедино соединены учение историческое событие историческое событие воскресенье именно она и учителей было много вот но воскрес один является ли великим учителем магомед до своего народа да как раз начинаешь говорить о знаешь я говорю я текст темный не понимаю вот но вот я читаю ваш коран и там написано что все пророки равны в славе правда правда что значит магомед тоже равен славе и ибрагиму значит и дауду сулейману авраам соломон давид вот значит значит то значит равны но получается что да хорошо кто из пророков родился слова авра ибрагим родился от слова нет сулеман родился слова там но уж давай по секрету не скажи вот значит магомед родился от слова нет который иисус родился слова это то что признает коран хорошо кто из пророков творил чудеса да но бог через мусу через мусу через моисея некое количество значит некоторое количество через было но ибрагим не делал сулейман не делал дауд не делал по секрету скажи махамед не такие чеса делал иисус дел делал это коран говорит но амар это уже не любезти пророк это уже это уже это уже хадисы и суны и прочее предание которые позже идут вот кто из пророков живым взят на небо из из пророков они лица мы иисус иисус мессия вот кто из пророков и последним скажи вот когда будет судный день аллах будет лично судить весь мир или через своего пророка через своего пророка как пророка зовут иса аль-массия вот то есть но как то в общем то все это не вяжется потому что одного учения мало в иисусе учение соединено событие единственное что в коране насчет и понятие тоже сегодня утверждают мусульмане когда говорят что христиане подменили писание ведь открываешь рань ранняя сура иисуса и говорится что не значит сапиняне не иудеи не христиане если они будут соблюдать все что им открыто люди книги люди которые писания имеют если они будут соблюдать все что писание то в судный день они будут печали если они верующие и аллах их помилует в судный день значит для того чтобы если я христианин мне не нужно коран вообще изучать для спасения нет не нужно уже сказано что кто-то соблюдает писание тут вот но тут современные как раз их богословы говорят что христиане подменили писать то писание про которое писал магомет его ж нету христиане правильное писание заменили неправильным мы с вами посмотрели на археологические свидетельства на текстовое свидетельство у нас есть текст и писания которые за несколько сот лет до магомета они ничем не отличаются от тех которые сейчас вот единственный спорный момент это то что но каран написан таким витиеватым языком поэтическим вот и там нет нигде явно не сказано смерти иисуса соответственно его воскресенье про там есть место что они думали что это они убили убивали его такая фраза буквально которая скорее всего это ссылка на слова иисуса что они они не ведают что творят то есть они думали что-то они убивали его а значит на самом деле кого-то другого по ошибке вот ведь написано в коране что вот важен близко что иисус упал и тут мимо шел негр этот симон кириньянин вот его взяли на него взвалили крест на голгоху привели и там же значит по ошибке к кресту этого негра вместо иисуса негра этого прибили это то что исповедует современный ислам дабы вот обойти вот эти вот стыковки между Кораном и Библией что тут написано не они думали что это они убивали его а они думали что это они убивали его а на самом деле убивали его вот но опять же говорит что в иисусе они соединены учения и события и это как раз и делает христианство историческая религия это часть истории отношения человека и Бога это не идеология это не человеческие идеи а это факты это откровение понравилась лекция вдохновились услышанным поддержите нас молитвой и финансов о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok